дорогие мои друзья сегодня 10 июля и нам предложили шабашку как бы шабашка нетрудная отремонтировать два вагончика вот здесь там вдали виднеется наш поселок здесь у нас подстанции здесь мужчины ходят пикают железо вот такие два вагончика нам нужно отремонтировать сверху покрасить крышу закрыть внутри поклеить обои вот внутри вот такая штука творится вот это все внутри потолки уже покрасили стены были подклеены обоями обои мы обрываем вот сейчас я начну клеить эту комнату потом эти вагончики поедут не знаю куда они поедут куда-то поедут вот вот тут вот лежат линолеум линолеум вот уже купили вот рулон линолеума лежит вот длинный туда вот купили ман красить обои ой извиняюсь красить вагончики вот привезли даже пластиковая пластиковую раму это будет другой вагончик моя задача клеить обои первую комнату поклею покажу вот дорогие друзья целый час я клеила такую маленькую ком нет не час два часа я клеила вот такую маленькую комнатушку ушло у меня три рулона обоев все одна одна мерила 1 мазала стены обои ну да теплика для рабочих как бы пойдет вот такой цвет как бы ничего вроде вот такие зеленые обои я поклеила сейчас маленько покажу потому что нельзя чтоб воздух заходил а то обои отпадут вот теперь я дверь закрою вот теперь мне предстоит еще одна точно такая же комната поклеить но это уже после обеда сейчас поедем на обед вот тут еще в этом теплике две комнаты я думаю что их пока не надо клеить хотя бы мне поклеить вот эту комнату и было бы нормально но я думаю что сегодня я поклею вот сейчас может быть видно более менее обои начинают высыхать и видно что такие они зелененькие такие зелененькие вроде бы как бы ничего вот я начала клеить уже вторую комнату вот вторую комнату клею голубые обои вот такие обои вот сегодня у меня шабашка ребята я закончила эту голубую комнату в этой будке вот так вот еще остался один вагончик а вот здесь у нас сердце поселка нашего затерянного в тайге подстанции кировские электро сети вроде бы так называется вот здесь она находится таким забором обнесено все как бы все нормально а вот там чуть-чуть подальше чермет люди сдают железо вот так вот тут у нас цветочки расцвели здесь у нас Виктор Никитич что-то собрался пилить Виктор Никитич пилит доски вот он пилит 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 Виктор Никитич доски а вагончик то с этой стороны сгнил вообще все сгнило ну все это сделают вот это все площадь я вам по вот тут навстречу мне едет какая-то машина ого-го супер они машина класс вот какие мужики у нас делают машины вот так вот это был уазик сделали колеса тут она проезжает просто мимо это не мы не наша вот такая машина она ездит по болотам вот вот значит вот окно мы уже сделали так то мы уже начали уже как бы его ремонтировать этот вагончик вот окно сделали сейчас дождя не будет будем его красить снаружи еще вагончик этот покрасим и наша шабашка за 1500 рублей в день закончится начались наружные работы вагончика вот красим синей краской вагончик работа идет завершению вагончик покрасим дверь покрасим белой краской вот и все и у нас покраска вот эту комнату покрасили в синий цвет тут наверное будет гардеробная в этом вагончике вот такой красивый голубой цвет мне нравится а вот эту комнату оставим без ремонта вот так вот через два дня пришли обои голубые и зеленые в той комнате вообще не не распрямились потому что сыра не знаю может быть отпадут даже вот такой вагончик синий получился очень красивый вот так мы и живем затерянная в тайге подписывайтесь на мой канал Ольга затерянная в тайге и вы узнаете еще много очень очень интересного спасибо за просмотр! Продолжение следует...